Приветствую вас, Мария. Я, если честно, не очень понял, с чем именно вы хотите справляться и как. То есть есть некое отношение ваших родных к вам, которые являются негативным, которые являются подавляющим, которые являются, может быть, деморализирующим вас. Но, тем не менее, это позиция людей, которая вряд ли изменится в силу, опять же, тех факторов, что эти люди в возрасте, люди в возрасте свои позиции меняют достаточно редко. Хотя я согласен, здесь дело зависит не всегда от возраста, но, тем не менее, возраст не добавляет гибкости в любом случае. Ваши родные по-разному переживают утрапы и по-разному переживают потерю своего родного человека, каким была ваша мать. И... Самое простое... То, что им больно видеть вас. Потому что вы напоминаете им мать, но вы не мать. И... Им больно. И... Хотели бы забыть, но не отпустили. Не отпустили. Вашу маму за столько времени. За... 15 лет. Им больно. И осуществлю такая реакция. А вы хотите, вы пытаетесь с этим бороться, но, по большому счету, а вы сражаетесь с ветряными мельницами, потому что... Ваш... Роднен... Не изменит его мнение, если только сами не признают люди, что у них есть... Определенные проблемы, и... И что с этими проблемами нужно работать, да. И... Только так. С другой стороны, вас... Ээээ... Ситуация с... Эээ... Родственниками задевает, очевидно. Вам неприятно. Вероятно, вы испытываете чувство вины и чувство стыда... Перед ними. И... В глубине души вы, вероятно, согласны с тем, что они говорят. Не полностью, не в полной мере, но... Согласны. И если это так, то именно с этим и нужно работать. Вам, всем, что вас задевает, потому что... Причины этого в невринятии себя. Причины этого в неуверенности в себе, в заниженной самооценке, в страхе, например, остаться одной и прочее. Может быть... Причина в том, что вы так же не отпустили вашу маму. Я не знаю. Но факт остается фактом. И работать нужно с этим. А пытаться справиться с чем? Ну, люди видят, если вот люди видят, что вы реагируете на их... К примеру, высказывания. Вы реагируете, вот, не очень хорошо. Ну, допустим. Допустим. Что это значит не очень хорошо? Ну, не очень хорошо. Это значит, что вот так вот вы реагируете. То есть, что вам больно. Что вам неприятно. Что вам тяжело. Так и, конечно, они будут думать, что они правы. Потому что они же видят, что вас задевают. Если бы вас не задевало, если бы вы не реагировали соответствующим образом на них, то и ситуация была бы совсем иная. Вот. Они бы не получали подкрепление. Позитивного подкрепления своим действием. И, в таком случае, ситуация могла бы быть совсем иной. То есть, вот. Первое, над чем стоит работать, это над адекватной реакцией на то, что вам говорят. Да, неприятные вещи говорят. Но, тем не менее. Первое, разобраться с себе, а потом с реакцией, точнее. Вот и все. А справиться, все такое справиться. Справиться, это подавить. Ну. Подавлением еще ничего хорошего добиться не получилось. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго.